Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главная тема дня. Криминальная история близится к финалу. Присяжные облсуда вынесли вердикт убийцам Сызранского полицейского и его семьи. Трудотерапия, злостные неплательщики алиментов, вышли на уборку самарских улиц. Королевские чтения, космические идеи школьники представили на Всероссийской научной конференции. Компенсация вместо единовременной выплаты. В этом году льготники будут получать деньги на оплату коммунальных услуг по новой схеме. Татьянин день. День российского студенчества. Самарская молодежь отметила в руссконародном стиле. В Самарском областном суде присяжные сегодня вынесли вердикт по нашумевшему делу об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. С самого утра заседание шло в закрытом режиме. В преступлении обвиняются четверо мужчин. Роман Фаталиев, Ислан Бабаев, Махмад Али Ахмадов и Охран Захрабов. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали и до смерти избили своих жертв. Прихватив с собой ценные вещи. Коллегия присяжных большинством голосов признала всех фигурантов виновными. 30 января в понедельник на следующем заседании суда стороны защиты обвинения будут обсуждать этот вердикт. Адвокаты подсудимых намерены его оспорить. Виновны все. 9 на 3 было мнение. Двое заслуживают снисхождения. Пока в мой подзащитные вреды тех, кто заслуживает снисхождения, не входит. Мы, конечно, с данной позиции не согласны. У нас еще будут прения перед судом. Мы будем обсуждать вердикт присяжных. По убийству и разбою Ахмадов и Фаталиев присяжными признаны незаслуживающими снисхождения. По покушению на убийство Фаталиев и Захрабов заслужили снисхождение. Ахмадову и Фаталиеву, так как они признаны по убийству с разбойным нападением незаслуживающими снисхождения, возможно назначение пожизненного лишения свободы. Более миллиарда рублей в прошлом году задолжали нерадивые родители. К ответственности за невыплату алиментов судебные приставы привлекли свыше 25 тысяч человек. Сегодня нежелание содержать своих детей карается по закону. Тех, кто больше двух месяцев не платит алименты, привлекают к обязательным работам. Сегодня должники вышли на уборку в Октябрьском районе. За стараниями невольно трудящихся наблюдала Алина Чемерис. Не хочешь платить работой? Сегодня в дружные ряды самарских дворников влились несколько новобранцев. У всех долги по алиментам. Самый большой – почти полмиллиона. Такие суммы нерадивые родители накопили почти за год. Среди тех, кто не считает нужным содержать своих детей, есть и женщины. Чаще всего это бывают какие-то маргинальные личности, которые абсолютно никак не относятся к своим детям, их не содержат, не занимаются их воспитанием. Соответственно, дети находятся на попечении либо у государства, либо у близких родственников. И в связи с этим никто не освобождает женщин, родителей от уплаты алиментов. Должникам предстоит отработать от 20 до 60 часов. Трудиться обязаны в свободное от основной работы время. Кто сегодня не смог приступить по причине занятости, предоставляют справки об официальном трудоустройстве. Остальные, а таких трое, получают инвентарь и готовятся выйти на уборку Октябрьского района. Им предстоит очищать от снега незакрепленные территории. Эту территорию обычно убирает район за свои средства. Бесплатная рабочая сила, она здесь как раз нам очень даже. Данные люди, будут направлены в МБУ перспективы для производства работ по очистке пешеходных зон, лестничных спусков. Организацию, в которой будут трудиться должники, выбирает районная администрация. Под надзором приставов и коммунальщиков штрафники отправляются на уборку. Сергей рассказывает, закон нарушил по глупости. У него двое детей. Сыну 23 года, дочери 17. Сначала, говорит, алименты платил исправно. Потом возникли проблемы с работой. Делится родственники, относятся с пониманием и уже готовы отозвать прошение об алиментах. Я, пусть не совсем деньгами, не в той мере, как положено, но помогаю в делах, в домашних, на даче работаю в дачный период. У меня отношения, можно сказать, великолепные. Оказаться на улице с лопатой в руках рискуют те, кто как минимум два месяца подряд не платит алименты. В этом случае приставы вправе привлечь к ответственности. Обязательные работы назначают суд. Но при этом долг никуда не девается. Его нужно погасить в течение двух месяцев после окончания наказания. Иначе грозит уголовная статья и лишение свободы на год. В 2016 суммарный долг по алиментам в регионе составил свыше миллиарда рублей. В общей сложности должники выплатили лишь 260 миллионов. Также в прошлом году более 700 человек были привлечены к уголовной ответственности. Еще 650 к обязательным работам. Чтобы узнать, имеются ли долги по алиментам и как можно скорее их погасить, достаточно зайти в банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Утаить не получится с этого года тем, кто не сообщил в налоговой о приобретенных квартирах или машинах, грозит штраф. Еще с позапрошлого года россияне должны были сообщать в налоговой о неучтенном имуществе. Речь идет о купленной или полученной в дар или по наследству недвижимости, а также автомобилях. До 1 января действовал льготный период. Граждане сообщив, о собственности могли просто заплатить имущественный налог. Но с этого года тех, кто не рассказал налоговикам о неучтенном имуществе, ждет штраф. По закону сообщать о своей квартире или машине не нужно, если налоговая хотя бы раз прислала уведомления по поводу этого имущества. Утром квитанция, вечером деньги в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» разъяснили, как с этого года будут выплачивать компенсации на оплату коммунальных услуг льготникам. Если раньше ветераны, инвалиды, многодетные семьи и некоторые другие категории получали единовременную выплату на оплату услуг ЖКХ, то теперь компенсацию. Сумма остается прежней. Она варьируется от 621 рубля до 1178. Меняется только механизм. Чтобы получить компенсацию, никуда дополнительно ходить не нужно. Деньги начислят к пенсии. Вся информация о льготниках поступает в единую информационную систему. Такие выплаты будут получать около 550 тысяч жителей Самарской области при условии, что у них нет долгов за коммунальные услуги. Проблемы могут возникнуть лишь если управляющие компании ТСЖ и поставщики услуг не подпишут соглашение. Если компенсации задерживаются, узнать информацию можно по телефонам горячих линий. Они размещены на сайте областного министерства социально-демографического и семейной политики. Вы должны сначала заплатить за коммунальные услуги и не переживайте. После того, как ваш расчетный листочек попадает в управляющую компанию, в ресурсоснабжающую организацию или же в ТСЖ, вы получаете уже автоматом, если можно слово такое применить, это на свои лицевые счета. Размещение облигаций народного займа в Самарской области завершено, сообщил региональный Минстрой. Сколько всего реализовано ценных бумаг, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цена на нефть сегодня продолжает сдавать позиции. За один баррель марки Brent дают 54 доллара 80 центов. Валюта тоже дешевеет. Курс на 26 января. Доллар 59 рублей 14 копеек, евро 63 рубля 42 копейки. Золото стоит 2309 рублей, серебро 32 рубля 63 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 90 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 90 копеек. Размещение облигаций народного займа в Самарской области завершено. Всего реализовано 8,5 тысяч ценных бумаг. Напомню, первый облигационный заем разработан областным правительством, чтобы привлечь деньги населения и инвесторов, для реализации проекта реновации исторического центра Самары. Самое дорогое жилье на вторичном рынке города находится в Самарском районе, сообщает фонд жилья и ипотеки. За один квадратный метр просит 77 тысяч рублей. А средний срок продажи вторичного жилья в Самаре увеличился вдвое. Чтобы продать квартиру, сейчас в среднем уходит 180 дней. Раньше требовалось примерно 90. На этом все. Удачи в делах. В Самарской области может быть построен мусоросжигающий завод. Эту тему сегодня обсудили губернатор Николай Меркушкин и зампредседателя правления компании Роснано Владимир Аветисян. Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам. Продукты сжигания мусора таких предприятий, электроэнергии и тепло. Также Николай Меркушкин и Владимир Аветисян обсудили перспективы застройки территории бывшего завода ЗИМ. Проект заинтересовал одного из крупных международных инвесторов. Соглашение с ним может быть подписано уже весной текущего года. Сегодня же губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с сенатором Дмитрием Азаровым. Последний отчитался перед главой региона о том, какая работа была проделана им по поручению губернатора. В частности, речь шла о программе благоустройства «Наш двор». В федеральном бюджете заложено порядка 20 миллиардов рублей на то, чтобы привести в порядок дворы российских городов. Однако Самара в этот список не вошла, потому что регион считается благополучным. Но вместе с тем достигнута договоренность, если какие-либо субъекты не предоставят в срок необходимые документы для участия в программе или не подтвердятся финансирование со своей стороны, у Самары есть шанс в нее попасть, рассказал сенатор. Какими были первые впечатления от пребывания в космосе и где на МКС хранят консервы? Эти и другие вопросы школьники задавали экипажу Международной космической станции. Роскосмос организовал прямую трансляцию в конференц-зал Самарского университета. Сегодня там собрались участники 11-х всероссийских юношеских научных чтений имени академика Королева. Уже в ближайшей перспективе им предстоит создавать космические технологии, а пока они защищают свои учебно-исследовательские работы. С молодыми учеными познакомился Олег Зверев. Какие книги читают на МКС, как проводят спортивные тренировки и какова скорость интернета на станции? Все вопросы о жизни в космосе сегодня можно задавать в режиме онлайн. Телемост с Международной космической станции организован для участников 11-х всероссийских научных чтений имени академика Королева. Что может интересовать школьников, которые всерьез увлечены аэрокосмической тематикой? Ответы дают Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий. Какие вузы вы уже закончили и когда поступал в вуз, вы уже четко представляли и хотели стать космонавтами? Я закончил Ленинградский механический институт, он называется Владимир Государственным техническим университетом. И действительно, не только когда заканчивал вуз, когда я поступал в вуз, я понимал, чего я хочу добиться в жизни и понимал, что постараюсь сделать практический космонавт на своей профессии. Просьба показать эффект невесомости для экипажа нет ничего проще. В космосе каждый человек – акробат. А этот вопрос задан явно неспроста, а, судя по всему, интересуется будущий космонавт. У меня вопрос с Сергеем Рыжиковым. В каком возрасте вы всерьез задумались о профессии летчика и космонавта? О профессии летчика я мечтал о самом раннем детстве. У меня все воевали. И в детстве мне приходилось летать. У меня гражданчика мороза. Конечно, задумался об этом уже в самом раннем детстве. О космосе я читал много, много мечтал. Но эти мечты были такие, казалось, казалось, какие достижения. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Видно, что у всех участников чтений космические амбиции. Живая карта города. Проект с таким названием Кирилл Чуричев привез в Самару из Красноярского края. Ученик 10 класса школы космонавтики говорит, что собирается поступать в ВУЗ аэрокосмического профиля. Какой именно, пока не выбрал. На этой конференции есть возможность и себя показать, и на работы сверстников посмотреть. Основана моя работа на сравнительном анализе этой программы с другими более популярными программами, такие как Google карты, 2GIS, мобильными приложениями, там, Sport Tracker. Мои программы очень большие возможности создавать свои треки, отслеживать, выкладывать в сеть. Со 2 по 11 классы такой возраст участников королевских чтений. С своими разработками приехали более 200 школьников. Причем в этом году наиболее обширная география участников мероприятия. Это Самара, Липецк, Красноярск, Ярославль и многие другие. Здесь те, для кого 4 дня научных докладов не покажутся скучными. Причем в тематике абсолютно все аэрокосмические направления. А возможно, именно юные ученые рано или поздно подскажут, как решить и многие застарелые проблемы. Люди, для которых космос — это профессия, в этом уверены. Что касается острых проблем, которые сейчас видны, это, конечно, космический мусор и что с ним делать. С каждым годом все больше и больше объектов появляется на орбите. Вот на эту тему было бы неплохо послушать, что могут предложить молодые участники конференции чтений. Впрочем, самая важная задача королевских чтений, чтобы те, кому уже в недалеком будущем предстоит создавать космические технологии, смогли уже сегодня со второго класса школы окунуться в атмосферу серьезной научной работы. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Таланты мудрости возраста не знают. Самаре проходит 11-я международная конференция молодых исследователей образования, наука, профессия. Больше тысячи школьников и студентов из 36 регионов России и трех стран СНГ привезли свои работы. Ценные призы ждут авторов лучших проектов. С некоторыми из них общался Сергей Ромашов. О влиянии грибов на экономику России, плюсы и минусы сладкой жизни, музыка и характер. Ребята представили на конференцию самые разные и смелые темы. Каждая из них будет оценена. Арина Пакина приехала на конференцию из Ульяновска. В научных конкурсах подобного формата ей участвовать еще не доводилось. В ближайшие три дня она поведает аудитории о значении фразеологизмов и их истории. Вы знаете, что означает фразеологизм? Узнать подноготную. Нет? Ну, зря. Это довольно интересная история. Вообще, этот фразеологизм берет свое начало в пытках. Чтобы узнать у человека правду, ему под ногти забивали гвозди. Отсюда произошло. После гимназии Арина хочет поступить в Казанский университет на факультет журналистики. Участие в конференции может стать ей хорошим подспорьем в достижении этой цели. Все победители награждаются дипломами и сертификатами, которые помогут им при поступлении в ведущие вузы страны. Ученики, конечно, получат различные грамоты, различные сертификаты, которые им позволят при поступлении в портфолио положить. Это тоже учитывается. Ну, а главное, наверное, не грамота, не места, которые они завоюют. Главное, наверное, те знания, которые они получат. К авторам лучших работ могут присмотреться прямо на конференции. Оценивать юных ученых приехали преподаватели вузов почти со всей страны. Конкурс в этом году вообще проходит с небывалым масштабом. Идея проведения этой конференции зародилась в городе Отрадном в 2007 году. Масштабы расшились до такой степени, до неузнаваемости участников более тысячи человек. Сегодня приехали все заявившиеся участники с 22 районов и городов Самарской области. И нам это очень-очень отрадно. В рамках конференции проводятся круглые столы, мастер-классы, викторины и экскурсии. Открытый формат означает, что стать зрителями и участниками этого научного события могут все желающие. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События. Она звалась Татьяна. В День студента традиционно поздравляют и всех представительниц прекрасного пола, обладающих этим именем. Татьяна с греческого означает устроительница. В России святая Татьяна считается покровительницей студенчества. Как они отмечают свой праздник, увидела Мариана Мирная. Итак, поехали. Раз, два, три. Итак, кошки догоняют мышек. Единственная на своем потоке студентка Татьяна Иванова отмечает сегодня двойной праздник – именины и День студента. Быть одной Татьяной на потоке очень приятно. Надо поздравлять всех Татьян, всех студентов. Также родители, они тоже когда-то все взрослые были студенты. Я думаю, да, надо отмечать, как-то проводить весело этот праздник, зима, прекрасная погода, тепло. Можно будет сходить в парк погулять, на коньках покататься. Я думаю, надо отмечать. Каждый год в этот день в колледже сервиса технологии дизайна придумывают что-то новое. В этом году русские забавы, игры, танцы и квест. Сегодня у нас, конечно, именно креативная, современная квест-игра, ну это понятно, молодежи, да, но обязательно с элементами интереса, патриотизма, что-то узнают новые ребята. И самое главное, они дружатся, между собой дружат, друг друга узнают, и потом их проще рекрутировать, ну, например, на волонтерскую деятельность. Кошки поймали всех мышек, студенты закружились в хороводе и проплыли ручейком по территории. Закончился праздник массовым танцевальным флэш-мобом. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Далее коротко о других событиях дня. Процесс над телефонным террористом стартовал в советском районном суде Самары. Уроженец Таджикистана Хурсант Амунбеков, незаконно находившийся на территории России, рискует угодить за решетку за сообщение о заминировании космопорта. В конце декабря 2015 года он по телефону рассказал, что торговый центр хочет взорвать запрещенная в России организация ИГИЛ. В поисках бомбы были задействованы сотрудники ФСБ, кинологи, взрывотехники, ОМОН, вневедомственная охрана и ГИБДД. Взрывных устройств они не нашли, и в тот же день силовики установили личность шутника. Свою вину он признал полностью. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф. За прошедшую неделю на карантин в Самаре закрыли три школы и три детских сада. В области зарегистрировано почти 17 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. В Самаре более 9 тысяч. В городе эпидпорог превышен на 35%. По результатам лабораторного мониторинга в этом году самый распространенный вирус гриппа типа А. 32-летнюю уроженку Сызрани задержали в аэропорту Таиланда при попытке везти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм. Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим веществом. Она прилетела в Таиланд из Бразилии. По информации местных СМИ, партия предназначалась группе наркоторговцев из Западной Африки, промышляющих в Бангкоке. За участие в сделке Юли пообещали заплатить 3,5 тысячи долларов. Девушке предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. По местным законам нашей бывшей землячки грозит наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Высоцкий, это им известно каждому, в этом году знаменитому актеру и поэту исполнилось бы 79 лет. В 1967 году он дал в Куйбышеве два концерта, которые собрали огромную по тем временам аудиторию. Количество коллективных заявок превышало вместимость Ледового дворца спорта в несколько раз. Только завод имени Фрунзе требовал две тысячи билетов. Всего же песни Высоцкого в тот вечер услышали порядка 12 тысяч куйбышевцев. Вместе с поклонниками его творчества цветы к памятнику возложила и наша съемочная группа. Его пояс задержали на час. Пять тысяч зрителей перешептывались, но ждали. Он вбежал на сцену с гитарой, извинился и запел. Где твои 17 лет? На Большом Каретном. А где твои 17 лет? На Большом Каретном. А где твой черный пистолет? На Большом Каретном. А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном. Он спел 31 песню. Первая песня была из фильма «Я родом из детства, братские могилы». Последняя песня была «Спасить наши души». Он только написал для фильма «72 градуса ниже нуля». А на фильм не вошла, кстати. Ну, концерт запомнился, сами понимаете, на всю жизнь. Тогда, в 67-м, Владимир Высоцкий стал поистине родным человеком для самарцев. Любовь к нему культивируется из поколения в поколение. Цветы у его памятника не увядают круглый год. Он актуален до сих пор, как никогда. Когда у нас трудные моменты в жизни, мы берем в руки Томики его стихов и находим ответы на все вопросы. Был очень фотогеничный парень в белой рубашке, 10 кадров, из которого можно было сделать что-то хорошее, по крайней мере, точно. Отобразив его образ, вот этот рывок к людям, как он подавал песню, я очень рад, что я, так сказать, при жизни Володи его видел вот так, в закулисе, двумя словами общался. Он всегда куда-то торопился. Высоцкого вспоминают не только 25 января. Его творчество настолько крепко засело в сердцах и головах людей, что память о нем будет жива, пока звучат его песни. Чтобы жизнь улыбалась, волка мне слыхал, зря мы любим ее однолюбой, а у смерти красивый широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Мариана Мирная, Константин Головин, События. Больше сотни студентов сегодня вышли бороться за Кубок Совета Ректоров по плаванию. Кто рассекал водную гладь быстрее других, расскажет в новостях спорта Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире Самарские новости спорта. В пятый раз пловцы самарских вузов собрались разыграть Кубок Совета Ректоров. В календаре ученых-спортсменов это соревнование давно стало престижным, но совсем скоро турнир обещает стать межрегиональным. В ближайшем будущем, я думаю, что мы выйдем не только на уровень города нашего Самары, но и Приволского федерального округа. Во всяком случае, разговоры о том, что привлечь сюда представителей вузов обсуждалось летом на форуме Иволга. Я думаю, что мы в ближайший год-два привлечем сюда студентов еще из других городов. Лучших студентов пловцов определяли в пяти дисциплинах у мужчин и женщин. 50 метров кролем, бутерфляем, брасом и на спине. А также две эстафеты вольным стилем. Среди студентов есть и спортсмены очень высокого уровня, и тех людей, которые будут стараться достичь их уровня. Поэтому, как любой старт с определением победителя, это будет эмоция, победа, поражение. Дистанция короткая, работать на пределе надо все 50 метров. Разрыв между призерами и какие-то доли секунды. В условиях такой плотности результатов решающим фактором может стать даже место тренировок. После болезни как восстановился, начал ходить, тренировался где-то две недели. Как раз в этом бассейне, так что это получился родной бассейн, своя вода. В самых зрелищных дисциплинах и эстафетах 4 по 50 вольным стилем золото добыли мужская команда Самарского университета и женская сборная педагогического университета. Студенты которого и забрали главный кубок, набрав больше всех очков в командном зачете. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Всем удачи. Увидимся.